Цветага Иоанна Кронштадтского на Евангелии от Луки, 16 глава. Есть у нас возлюбленные братья, нехорошая привычка не признавать себя в тех притчах и примерах, которые касаются иногда прямо нас с вами. Это говорим да нас не касается, мы не такие. А это вот до тех-то и тех касается. Отсюда выходит то, что мы нередко, например, при чтении евангельской притчи или повести не извлекаем для себя полезных наставлений и по выходе из церкви продолжаем жить, как и жили. Нехорошо, недобросовестно мы поступаем. Приложим же нынешнюю евангельскую притчу о богатом и лазере к себе самим настолько, насколько добрая совесть заставляет нас отнести читанное и к себе. Нынешняя притча говорится о человеке богатом и о бедном лазере. Рассмотрим поступки богатого, за которые он осужден вечный огонь и тяжелое положение бедного лазере. Вот богач одевался, как какой-либо царь, пурпур и золото, словом, сам недорогие одежды и на всякий день пиршествовал роскошно. А между тем был крайне горд и жестокосерден, видя ежедневный уворот своего дома бедняка, без всякого сострадания проходил мимо его. И бедный лазер желал напитаться, хотя крошками падающими со стола богача. Обратите внимание на то, как скромны и крайне ограничены были и желания бедняка. Он хотел напитаться, хотя крошками со стола богатого. Разве разорили бы богатого эти крохи, если бы он сам из сострадания подавал их бедняку? Но он и крохи не хотел подать ему, а разве только слуги украдкую подавали ему? Псы были более сострадательны своего господина, они приходили и лизали с трупья лазеря. Видите, как богатство надмивает и ожесточает сердце человека, неблагоразумно и неблагодарно пользующегося им. Он презирается естественного себе человека, во всем подобном ему, не узнает в нем своего брата, считает его едва не хуже животных, потому что животных он ласкает и кормит, а человеком бедным внушается и отказывается ему даже в своих крохах. И при всем том, при всей надменности жестокосердия и богатого, он пользуется уважением многих, хотя, конечно, не искренним. Ему льстят, его превозносят за его веселый характер, за его умение жить, за его изысканный вкус, за его умение со вкусом одеваться, за его ум и прочее. Но суд Божий, братья, не то, что суд человеческий. Смотрите, что следует за смертью богача. Умирает хваленый богач, тело его предают земле, а душу жестокие демоны бросают в огонь нестерпимый. И вот прежний богач, сгорая в пламяти, просит Авраама, чтобы лазарь только мочил конец перста в воде и пришел проходить, прохладить язык его. Тот язык, который прежде на мелочности был разборчив к роскошным ястам и напиткам. Но ему и в этой малой отраде отказано, и совершенно справедливо. Ибо богач, живя на земле, не хотел сделать и малейшей отрады бедняку, не подавая ему ни крохи, зато и ему в другой жизни по смерти не дают ни капли. Какая точная, неумолимая правда. Да, помятую это, я прежде всех, как подверженный нередко жестокосердию. Да, помятуют все, которые страдают этим недугом. Какое строгое и неумолимое правосудие Божие ожидает нас жестокосердия к бедным. Если не исправимся, не очувствуемся, и нас бросят в огонь, и нам не будет ни малейшей отрады в геемском огне. Но какая напротив блаженная участь бедного Лазаря после смерти? Он сейчас относится светоносными, благими ангелами в Царство Небесное, и душа его вкушает сладостнейшие утешения, какие ему здесь и на мысли не приходили. Вот как изменчива участь наша. Вот как скоро проходят земные и суетные эфемерные блага. Вот какую беду повергают они на веки человека, неразумно, не по воле Божией, пользующегося ими, а по своим грешным похотям. Блаженны. Сто раз блаженны все Лазари, безропотно терпящие на земле бедность, голод, холод, болезни. Недолго пострадают здесь, зато вечно будут утешаться там, если с верою, с терпением и смирением будут переносить свою тяжелую участь. Касательно нынешнего Евангелия не лишнее сказать то, что оно особенно поучительное для людей, усвоивших в себе современные ложные взгляды, научить людей за гробом. Говорят, безумцы ничего не будет по смерти, ни мучения, ни блаженства. Здесь не жизнью все кончается. А вот сама непогрешительная, вечная истина говорит сегодня. Нет. За гробом Тотой начинается или действительная вечная жизнь, или действительное вечное мучение, вечное, немогущее исчезнуть своим злом души. Вникните. Авраам умер почти четыре тысячи лет назад. Упоминаемый богач умер. Лазарь умер, но они умерли только телом. Душами они живы так, как бы и не умирали по телу. Они блаженствуют, утешаются, другой мучают. Душа богача, как и Лазаря, сохраняет свою живучесть, свои чувства, ощущения, свою полную личность. Одна в ужасном лишении и в состоянии совершенно противоположном тому, в каком она была на земле. Другая в радости и довольстве. Слышите, они разговаривают. Одна в аде в пламени, другая в царстве небесном. И какой поучительный разговор между попавшими в ад богачом и между Авраамом, отвечающим за Лазаря. Богач просит хотя малой отрады. Ему отказывают и говорят, что нет никакой возможности перейти из рая в ад или из ада в рай. Так, богач укаживает на оставшиеся еще на земле живых пять братьев неверующих. Тоже должно думать богатых весельчаков и просит Аврааму послать Лазаря в дом отца его для уверения, что есть за гробом жизнь. Суд без милости всем немилостивым, дебы и они не пришли на место мучения. Но что же отвечает Авраам бывшему богачу? У них есть Моисеи и пророки, пусть слушают их. О нашем неверном увереннодумцам нужно сказать. У вас есть Евангелие, читайте его усердно, чтобы совсем не заблудиться в лабиринте суетной земной жизни. И не задохнуться в гаре и дыме ваших страстей и похотей, и не погибнуть по веки. Как многие из людей и ныне не верят в мучения адские по смерти. Они тоже думают и говорят, что думал и говорил в свое время богатый и роскошный весельчак. Кто там был, чтобы сказать нам, что есть мучения адские, говорят они? Нет мучений. Здесь конец всем наслаждениям и мучениям. После смерти нет ничего, пустословят они. Как и ныне многие желали бы, чтобы кто-либо воскрес из мертвых и засвидетельствовал, что есть страшное место мучения грешникам. Они не верят самому Богу Спасителю, свидетельствующий нам о том Евангелии. Не верят апостолам, святым богоносным отцам и воображают, что поверили бы воскресшему мертвецу. Но это невозможно. И воскресшего не сочли бы за призрак, за мечту воображения и тоже не поверили бы. Итак, читайте, братья, Слово Божие, слушайте, умудряйтесь и спасайтесь. Евангелие есть Слово самого Бога. Ни одна йота или ни одна черта не переедет из него. Все исполнится. Посещайте храм Божий усердно, воспитывайте здесь свои души для Царствия Божия. Ибо храм есть питомник душ, училище христианского благочестия. Будьте усердны на всякое доброе дело, побеждайте грехи, исправляйте нравы, благоукрашайтесь незлобием, милосердием, сострадательностью, воздержанием, чистотою и целомудрием. И при кончении жизни не останется в стадии по смерти, и не будете преданным луком. А почиете на лоне правоца или больше, будете со Христом, как сказал Господь покаявшемуся разбойнику. Днись со мною будешь в раю. Аминь.